Ромка, друзья, много людей в последнее время просят меня показать им зеркало нежити, потому что давненько действительно очень давно его не было на моем канале, но с другой стороны на самом-то деле оно и достаточно однообразное и не то чтобы интересное, но я решил показать вам интересное зеркало нежити, что-то необычное, что-то, что взрывает мозг с какой-то степени своей нестандартностью, поэтому давайте поглядим. Снизу слева стартует ЗИС-120Т, против него он Неон Гост, Неон Гост, если я правильно понимаю, это Даркениус, ЗИС-120Т, это просто высокоуровневый игрок за нежить, как вы можете обратить, уже тут какая-то наркомания идет, нестандартная игра, в рамках тем более зеркала нежити, пришел вурдалак, а тут ставится Некрополь, типа, и бедным без алтаря, обратили внимание, и он, судя по всему, хочет отменить декурат. Какие-то очень жесткие стратегии пошли. Отсутствие алтаря намекает на или позднего героя, или героя из Таверны. Некрополь он ставит, потому что он отправил вурдалака на бой, он отправил вурдалака вперед, соответственно, он не добывает дерево. А Некрополь также дает 10 лимита, как и зекурат, но не стоит дерева. Поэтому, когда ты отправляешь вурдалака на бой, в этом есть смысл. Неон Гост, конечно же, сильно удивляется, мягко говоря, нестандартной игре своего оппонента, и при этом, что немаловажно, вурдалак этот не может воевать. Он не должен принимать участие в бою, он не должен воевать с вурдалаком, потому что иначе не будет дерева, а без дерева не будет нужных юнитов, зданий и вариантов. То есть, если бы он не добывал бы дерева, не было бы этого реликвария, не было бы второго зекурата, не было бы многих-многих других аспектов. И в итоге, посмотрите, какой побитый зекурат, в дальнейшем можно прийти и его уничтожить. И магазин, в теории, он может даже отменить, просто жесть какая-то. Аутарь заказывает повелителя ужаса, если не ошибаюсь, Ниан Гост заранее предупредил, что он им будет играть, не знаю зачем. Ну а тут джентльмен ставит уже третий Некрополь, потому что, опять же, дерева было крайне мало, и, соответственно, ему нужен лимит, для того, чтобы заказывать юнитов, как я правильно понимаю, но все равно, мягко говоря, любопытное решение. Вордовак возвращается обратно, в итоге очень побитый магазин, очень побитый зекурат. В действительности, особо он тут не помог, особо он тут работы не сделал, но, с другой стороны, опять же, за то, что здание побитое, в дальнейшем можно попытаться их уничтожить, как вариант. Подходит в центр, берет искра гнева, повелителя огня. Будет весело, ребята, еще тут Некрополь ставят, в стиле Фингана, я бы сказал бы, потому что, ну, я только от него видел такие Некрополи, которые между базами, знаете, между базами, для того, чтобы увеличить объем проклятой земли, во-первых, и, во-вторых, для того, чтобы заранее иметь возможность тут заказывать Акалитов, телепортироваться сюда и так далее. И, опять же, для экономии дерева, как я предполагаю, потому что, ну, дерева всегда не хватает у нежити, особенно, которая играет в дополнительную базу. Там, тем временем, искрогнев, я так понимаю, продал свиток телепорта, купил жезлу Некромантии, при этом прямо домой, прибежал, берет с собой вурдалаков. Красный Андетт быстренько крипит золотую шахту, явно собирается ставить тут дополнительную базу. Поднял скелетиков, опять же, напомню, магазин и зекурат очень сильно побитые. Ремонтировать их не хотел Красный Андетт, потому что ремонт занимает время, то есть Акалит не добывает золота, у тебя меньше золота, и сверху этого ты еще и тратишь золото. То есть, ну, это, на самом деле, довольно серьезный урон, серьезный удар по экономике. И сила Повелителя Огня в том, что он на самом первом уровне представляет гигантскую угрозу, потому что вот уже банально есть скелетики и есть существа из лавы, и при этом существа из лавы очень даже круто могут делиться на две части, и таким образом становиться еще больше. Сон. В теории он окружен своими юнитами, поэтому он может убежать направо, да, действительно уходит. Мана на сон все еще есть, магазин все еще стоит. Свитка телепорта нет, на самом деле. В теории стаю используют, возможно, зря, потому что ману потратил, но тут порождение лавы воюют. Надо попытаться им делиться. Понимает это красный андет, поэтому он пытается уничтожить порождение лавы до того, как он разделится. Это, в принципе, правильное решение, но, с другой стороны, он начинает терять своих юнитов. Вон, вурдалак погиб, еще один вурдалак сверху почти погиб, как не повезло немного даже. Но обратите внимание, красный андет на самом деле клево контролит, хорошо отводит юнитов, но тут окружение фаерлорда, и в итоге, судя по всему, фаерлорд здесь погибнет. Правда, разделилось порождение лавы. Много красных вурдалаков. Фаерлорд быстро очень вернется. Тут еще раз порождение лавы разделилось, и теперь численное преимущество на стороне фиолетового андета. Очень мало юнитов осталось. Блин, магазин был уничтожить, на самом деле, чтобы не было жезла некромантии нового. Но, видимо, он сейчас его купит, да. Вот, если бы он уничтожил его раньше, было бы круче, но он просто не успел это сделать, потому что, если бы он атаковал бы здание, его бы юнитов атаковали. Тут, тем временем, неонгос ставит проклятую руднику, из-за того, что у него есть тут Акрополь, он может... Некрополь, точнее, он может там заказывать, если что, Акалидов, если бы он заказал, например, Т2 на своей базе. Фаерлорд тем временем вернулся, порождение лавы опять разделилось, я опять разделилось снизу. Прям круто очень работает этот юнит здесь, потому что тянет на себя очень много внимания, очень много сил, но при этом зато Дредорд качается до третьего уровня. Короче, как вы уже поняли, дамы и господа, это будет очень бредовый матч с самыми настоящими безумцами, которые, мягко говоря, любят нестандарт. И я очень рад показать вам этот матч, поэтому, если что, если вам нравится такой контент, вам нравится третий Варкрафт, не забывайте поддерживать своей активностью в любом виде. Самое простое, это палец вверх, комментарий, ну а так, в принципе, конечно же, приятного вам просмотра. Давайте поглядим, что тут сделают эти джентльмены. Джентльмены высокой культуры, я бы даже сказал бы. Ну, с другой стороны, важно понимать, что у Нион Госта есть дополнительная база сверху, поэтому, если что, у него есть где работать. С другой стороны, у Фиолетового Ландеда уже есть Т2, а тут Т2 даже не заказан, и это важный момент, и там ставятся два храма проклятых. Два храма проклятых, то есть это или Банши, или Некроманты, Банши в зеркале, ну, в принципе, нормально, наверное. Но он не делает Т3, а, наверное, масс Банши без мастерства, ну, в этом особого смысла нет, поэтому выходит, что это Некроманты. Повелитель Огня хочет взять третий уровень, второе существо из лавы. Дреддорт уже третьего уровня, у него вторая стая. Т2, в свою очередь, дома нажал. Вард для разведки, кстати, не дурно. Большая банка невыязвимости есть у Искрогнева. Чисто с ОМОНами качается, вот, порождение лавы, скелетики, прям по кайфу. Ну, и третий уровень тут тоже возьмет, конечно же. Талисман жизненной силы. Больше ХП. И тут действительно заказываются Некроманты, есть Бонни, и это будут Некроманты в зеркале. Ну, это... это бред. Просто Некроманты очень легко контрятся сфинксами. Но, с другой стороны, у Нион Госса даже Т2, нет, не говоря Т3, и до сфинксов далеко. И, может быть, это атака может быть очень неожиданной для красного андета, что он будет этим шокирован и не успеет адаптироваться. Бедный пингвинчик, но специально, чтобы поднять скелетов, потому что, как известно, из тела одного здорового большого пингвина можно сделать два человеческих скелета. Это так и работает, если вы не знали. Просто атака для того, чтобы отвлечь на себя внимание, потому что, если Нион Госса защищается, он не атакует, но при этом на опыте, будучи неплохим игроком, он разведует и отправляет скелетиков вперед. Это важный момент, потому что он поймет, что там вообще готовится. Ну, по крайней мере, предположительно. Давайте посмотрим от его лица. Тут тем временем защита. Какая-никакая, неуязвимость есть. Наверное, он ее нажмет, чтобы спастись как-то. Тут тем временем он увидел некрома, хотя, с другой стороны, он мог не увидеть. Ну, типа, он мог сильно быть сконцентрирован на этой битве, и он именно юнитов какие-то там не увидел, возможно, но, с другой стороны, он увидел храмы проклятых, поэтому он может догадываться, что там находится. Да, неуязвимость нажал, но, скорее всего, все равно погибнет. Тут повелитель огня, однако, приближается он к четвертому уровню. Скелетика пытается убить. Взял четвертый уровень. Ну, нормально. Четвертый уровень, правда, берет. Так же еще и повелитель ужаса. Суета, суешь. Что еще тут можно сказать? По реакции Неон Госта такое чувство, что он просто не понял, что тут происходит. Он очень медленно на все реагирует, потому что много суеты, опять же, много хаоса, а в такой ситуации быть эффективным крайне тяжело в условиях нестандартной игры. Но, с другой стороны, он нажал Т3, и он ставит две бойни. Он ставит три бойни. Так что, да, это качественная реакция. Он, видимо, понял, что там некроманты, и, соответственно, будут масс-масс-сфинксы. Однако, у некромантов есть еще время. Есть еще время, когда труповозка может запушить, когда можно урон какой-то нанести, пока нет рассеивания. При этом он еще купил дирижабль. Скелетик заметил тут некромантов. Видимо, хочет выкупить своего героя в таверне, я так предполагаю, потому что он не восстанавливает его в алтаре. Ждет, когда он появится в центре. Адепстов пока у некромантов нет, но он его качает. Также еще качает искусное воскрешение, чтобы скелетики дальнего боя появлялись. Труповозка, если что, в дирижабле. Там есть трупы, поэтому, если что, можно там поднять скелетов. Круто очень дирижаблем контролит, прячет некромантов для того, чтобы они не погибли. Пользуется тем фактом, что противник играет дредуордом, то есть вурдалаками. И антивоздушного урона у него толком нет. Выкупил повелителя огня. Он без маны. Мало здоровья. Но, с другой стороны, как бы он все это может восстановиться временем. Т3 скоро будет. Бойня производит статуи. Но сфинксов пока что нет, поэтому надо подождать Т3. Искрогнев вместе с братками приходит. В дирижабле есть труповозка. Может поднять скелетиков. Видит он, что тут делается. Можно уничтожить магазин, и без магазин нельзя будет заказывать... Нельзя будет заказывать статуи. На самом деле, очень хорошая идея. Уничтожить магазин. Особенно учитывая, что там тупо нет здоровья у него. Пока еще... Ну, там сражение идет. У него, он, господи, тупо нет армии. Он очень быстро заканчивается. Тут толпа в виде скелетиков. Чисто визуально, конечно же, кажется, что фиолетового андеда гораздо больше. И в своем абсолютном значении так и есть. Но допускает он тут ошибку. Надо быстро уничтожить магазин. Как можно быстрее он делает абсолютно правильное решение. Очень правильное решение. То, что он тут уничтожил магазин. Потому что новую статую не заказать. И сфинксов не заказать, пока не будет нового магазина. Его будут ставить, конечно же, на дополнительной базе. Но это займет некоторое время. Новую бойню, кстати, там тоже ставят. Если что, пытается здесь неон госп как-то отбиться. Некроманты в зеркале, ребята! Вы такого еще не видели. А если и видели, то не на таком хорошем уровне, я бы сказал бы. Некроманты в зеркале. Как искусно. Еще фиолетовый контроль и дирижаблем прячет, если что, уязвимых юнитов. В частности, одну единственную трубовозку, которая ему очень нужна. Потому что там все трупы для того, чтобы поднимать скелетов. Адепство есть у некромантов. Поэтому у них больше здоровья, больше маны. Пытается пробить. Т3 бы тут пробить, конечно же. Статуи тут поднакопил, на самом деле. Но сфинксов он пока что прокачать не может. Потому что нет магазина. Но магазин делается сверху слева. А мейн у неон госта просто банально умирает. Он просто умирает. Идет убивать скелетов. Обратите внимание, как искусно он еще пользуется труповозкой. Он специально стреляет между зданиями, чтобы сразу гвоздик урата атаковать. Казалось бы мелочь, но многие об этой фишке забывают банально. И таким образом больше времени тратят на уничтожение вражеских зданий. Ну да, судя по всему, база красного тут просто падает. Но он сделал... Он успел нажать сфинксов до того, как у него упал мейн. Потому что у него готов реликварий. Но с другой стороны, как только у него упадет темная цитадель, будет проблематично заказывать новые статуи. Пока что он это делает. У него много статуи и так есть. Конечно, жалко, что неон гост не успел уничтожить тут Т3. До того, как красный успел нажать сфинксов. Потому что тут будет 3-5 сфинксов. Это много. Против некромантов, естественно, это очень много. Тем более, что у него есть лимит. Но нет дерева, кстати. Из-за того, что неон гост массово отправлял... Массово отправлял вурдалака в бой. Он вообще не добывал дерева. И теперь у него с этим есть серьезные... Очень серьезные проблемы. Паук, кстати, сделал паука. Видимо, он хочет сетку еще заказать. Ну да, это будут пауки с сеткой. Для того, чтобы просто воевать как-то со сфинксами. И если уничтожить еще некрополь, то будет сапой... Ну, сапой блок уже. Поэтому он не может даже поднять, если что, сфинксов. Жахту не уничтожил. Но там никто не работает. Нет смысла особо тратить время. Нужно спешить с атакой. Пытается декураты уничтожить. Труповозка. Там есть дирижабль. Спасти труповозку. Спасти. Спасти ридовую труповозку. Труповозку. И есть контакт. А сейчас уже очень опасно. И сейчас... Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. И есть магические скелеты магии. Они наносят дополнительный урон по сфинксу. Поэтому да. Сетка, как вы видите, круто работает. Сетка, как вы видите, очень круто работает. Падает некрополь. Сапой блок. Ну, там сейчас два зекурата построятся. Поэтому сможет выйти из этой ситуации. Поднимает сфинксов. Ну, теперь там очень много этих братков. И с этим могут быть проблемы. С тем, чтобы как-то это остановить. Потому что пауков тупо мало. Мана закончилась у повелителя ужаса. Но у него есть сфера порчи. Он просто понижает броню. И таким образом является эффективным. Скелетов поднимать уже очень опасно. Дредлорда можно попытаться забрать. Утого почти нет здоровья. Труповозка пытается что-то сделать. С переменным успехом. Гаргулю сделал. Но, опять же, для того, чтобы воевать с такой толпой сфинксов, нужно много горгулий. И в итоге нужно отойти. Потому что некроманты тут уже немного не работают. Красный потерял свою базу. Но у Красного есть шахта. То, что вот сейчас он ее не добил, это очень плохо. Потому что можно туда просто отправить околитов и добывать себе золото. С другой стороны, Некрополя нет, где можно заказывать околитов. Но это мелочи жизни. Просто пытается сбежать. Чем готовит? Просто горгулий делает. Но нужно второй склеп. Для того, чтобы быстрее производить такую армию. Это не особо дорогая армия еще, к тому же. Оба героя относительно близки к шестому уровню. Труповозка пытается уйти в сторонку для того, чтобы ее не заметили и не убили. И это оказалось гениальным решением. Потому что сейчас ночь, обзор у юнитов маленький. И это означает, что он просто не увидел, что труповозка ушла куда-то наверх. Иначе бы она погибла. Нужно много горгулий. То есть 6, 7, 8 горгулий против такого количества сфинксов, что в таком духе. Армию игрока атакуют. Ну и отстраивает. Отстраивает дюкураты, некрополи. То, что не уничтожило шахту, это уже катастрофа, конечно. Это очень неприятная история. А там 6 уровень у дредуорда. Это значит, что есть инфернал. А инфернал это жопоболь. Всегда. Тонны урона будет он носить. При этом еще не вызвим к магии. Ну как видите, да. Горгулий в маленьком количестве не справляются. Нужно много горгулий. Еще и неонгост, к тому же, хорошо контролит. Искрогнев купил банку здоровья и использовал ее. Только за счет этого спас свою жизнь. Маны на инфернала нет. Заказывает мастерство некромантам, чтобы у них было больше здоровья и маны. И регенерация маны в том числе. Уничтожили дюкураты, я так понимаю. Но это ценой труповозки. Ну вот. Посмотрим, что будет делать. Теперь здесь, конечно же, фиолетовый андет. Но ситуация для него выглядит несколько сложноватой, конечно же. По-другому, ну, тяжело сказать. Это правда. Пытается горгулями как-то повоевать. Отбиться, что-то сделать. Все так и сцеление я использовал. Не хватает башни духов дома. Возможно, пауки были бы нормерно круче, чем горгули. Но, с другой стороны, против пауков есть инфернал, который прям будет изничтожать. Пытается убежать. Здесь повелитель огня. Бегает просто, не знаю, как гигачадовец. Своими ручищами махает. Ну, кстати, сфинкс один умирает. Вроде неплохо. Банка здоровья есть. Конечно, под темной цитаделью приятненько воевать. Со сферой проклятия можно сфинкса пытаться убивать, и минусовая броня появляется. Но остановил его драдор, потому что намекнул, что он кинет сон. И ничем хорошим это для него не закончится. Склеп ставит. Т2 нажимает. То есть нуля отстраивает технологии свои. Жезл подавления. Делает улучшение на атаку скелетом. Продает один храм проклятых. Больше горгулий. И еще один склеп заказывает. Такое чувство, что сам хочет горгулий перейти. Отправляет скелетов, чтобы они пытались убить околитов. Ну, серьезно, они урон тут не смогут нанести. Но какого-то одного околита забрать смогут. Как вариант. Успели одного околита убить. Да, ставит второй склеп. Странно, что при этом делает улучшение на атаку скелетом, но делает горгулий. Скелетики обнаружили, что тут уже и башни духов, и серьезная защита. Это два делаются. И заказывается что-то в склепе. Как мы видим, это просто пауки. Шестой уровень, кстати, есть у привилителя огня. Это значит, что у него есть вулкан. Окружение. Банка здоровья есть. Может ли он уйти? Но это будет тяжеловато, скажем так. Потому что здоровье только мне осталось. Пытается закрыть. Направо можно попытаться уйти или наверх, наверх есть проход. Но наверху сфинксы. Банка здоровья есть. Он тут вроде как должен выживать, потому что маны на сон больше нет. А тем временем армия тут атакует где-то на севере. Нет осадного урона. Но, кстати, тут есть кладбище, поэтому некроманты могут тут скелетов поднять, между прочим. Есть смысл атаковать мейн, когда он качается. Потому что у него нет брони в этот момент, но он только что встал в Т2, и поэтому броня появилась. Поэтому пробивать его будет тяжелее. С нечестивым бешенством. Ну, кстати, они сумасшедшей атакой обладают, но это быстро сняли, как вы видите. Сфинксы по воздуху тоже могут попадать своим рассеиванием. Пытается преследовать. На самом деле, горгульям без ауры рыцаря смерти очень тяжело преследовать противника. Пытается вот так как-то бой. Дает массово крипл на пауков. Но, опять же, сфинксы это снимают. В принципе, мы видим, что сфинксы уже более-менее страдают от горгуль. Но там уже есть пауки и полноценная наземная армия. Инфернал так и не упал. Но он в любой момент может это сделать. Ну и в целом мы видим, что фиолетового здесь просто мало. Поверитель огня погибает. И, наверное, на этом все. Наверное, на этом все. Потому что у фиолетового уже толком нет ресурсов. Мейн закончится через 2 минуты. Дополнительной базы нет. Армии нет. Восьмой уровень у дредуорда. G. Ха-ха. Ха-ха-ха. Было весело. Да? Не, ну матч, конечно, та еще дичь просто. Что это вообще было? Ха-ха-ха. Мое уважение перед фиолетовым. И почтение красному, что смог адаптироваться к этой дичи. Разведка зарешала. Если бы не разведка, была бы совершенно иная ситуация. Потому что некроманты в зеркале, это не то, что ты ожидаешь увидеть. Спасибо большое, что были со мной. Всем до встречи и удачи!